Представьте, что у метро к вам подходит незнакомый мужчина. Опрятный, спортивный, хорошо выглядит. Делится своей трагедией. У него на днях умерла собака. Теперь он остался один, не с кем даже помянуть. А рядом парк большой, просторный, там много людей. Мужчина предлагает вам пойти с ним в парк, выпить водки за упокой любимого домашнего животного. Конечно, если вы адекватный взрослый человек, ну или как минимум смотрели наш прошлый выпуск про психопатов и маньяков, вы знаете, что таким людям, которые внезапно предлагают куда-то с ними пойти, нужно отвечать нет и никуда с ними не идти. Незнакомец неподалеку от парка, которого я описал, Александр Пичушкин по прозвищу Битцевский маньяк. На Западе его в свое время окрестили убийцей шахматной доской. На его счету минимум 61 жертва. Он отбывает пожизненное в колонии полярная сова. Почему он стал убивать? Как он выбирал и вербовал жертв? И почему у него появились поклонники и даже подражатели? Давайте обо всем по порядку. Почему я выбрал Пичушкина для анализа? Ведь на канале уже выходил выпуск про психопатов, маньяков и серийных убийц. Александр Пичушкин во многом уникален и отличается от тех психопатов, о которых мы говорили ранее. Чем именно я расскажу немногим позже. А сначала хочу вам продемонстрировать несколько отрывков из допроса. Они очень хорошо характеризуют личность серийного убийцы психопата. Серийные убийцы любят внимание. Свою патологию и несостоятельность они иногда маскируют грандиозностью, важностью. Они жаждут внимания. Неважно какой ценой. Например, первые признательные показания перед камерой Пичушкин дал только тогда, когда ему пообещали конференцию в прямом эфире. Он был уверен, что вещает на всю страну. Конечно, никто, кроме служителей правопорядка, тогда эту запись и не увидел. Маньяка соблазнили тем, что пообещали сцену, на которой он будет стоять в центре, и внимание всей страны будет обращено на него. Пресс-конференция была имитацией. Обратим внимание на его мимику и позу. Он заметно волнуется, качается из стороны в сторону, избегает камеры, делает паузы, тщательно подбирает слова, создает драматический эффект. Еще бы, он думает, что делает публичное заявление. Это его 15 минут славы. Совершил я, на самом деле, 61 убийство. 60 убийств, все на территории Биццевского лесопарка. Одно убийство за пределом Биццевского лесопарка. Он старается держаться уверенно, брутально и невозмутимо. Но фокус в том, что чем больше мы пытаемся скрыть волнение и прогнать тревожные мысли, тем больше мы выдаем себя. Маньяк в силу индивидуальных особенностей еще достаточно хорошо контролирует свои эмоции. Очевидно, он хочет казаться серьезным, как будто ему не важно, как он выглядит со стороны и что чувствует. Но мы помним, что такое внимание – запретный плод для убийцы маньяка. Обратите внимание, он старательно пытается сдержать улыбку, свою радость и восхищение самим собой. Печушкин любит демонстрировать холодное самообладание. Это важная черта. В ходе психодиагностического обследования у него установили гипертимную акцентуацию. Акцентуация – это ярко выраженные черты характера в пределах клинической нормы, которые могут ярко усиливаться в стрессовых ситуациях. Гипертимный тип очень любит внимание, обладает жаждой к деятельности, и часто перепрыгивает с одного дела и мыслей на другие, не закончив начатое. Плохо переносит одиночество. Любит, когда вокруг него восхищенная публика. К слову о холодном самобладании. Одно из убийств Печушкин совершил с помощью ручки пистолета. Рассказывая об этом, он сетует только на то, что инструмент ненадежен. Шуму много, толку мало. Ну и как бы я больше не хотел с такой хератин. От нее только шума. Польза никакой. Он с одинаковой интонацией рассказывает об инструменте и о насилии. Такая изоляция чувств, холодности и подчеркнутый цинизм характеризуют его как человека, лишенного совести, переживания, эмпатии. Некоторые кадры даже стали легендарными в тусовке фанатов серийных убийц. Вот здесь Печушкин спокойно ест бутерброд с колбасой во время допроса. Я его туда привел «Знаю заранее, что убьешь» или вот его, так сказать, громкий разговор, вот эти песни «Знаю заранее», заранее, да? Здесь важны два момента. Во-первых, снова демонстративность, показной цинизм, отсутствие раскаяния и сожаления, ноль эмпатии. Во-вторых, и это менее очевидно, Александр Печушкин реализует свой комплекс власти, контролируя следователей. Он прекрасно понимает, что может торговаться за информацию об убийствах и реализует эту возможность. Кстати, в учебном пособии «Психиатрия, войн и катастроф» Печушкин относит к группе маньяков «Властолюбцы». Власть и самоутверждение для компенсации чувств собственной несостоятельности и неполноценности – глубинный мотив убийцы с молотком. У него не было среднего портрета жертвы. Он убивал как знакомых людей, так и случайных. Мужчин, женщин, подростков. У него не было какого-то особого мотива. Со стороны может показаться, что его просто в какой-то момент захватила мания убийства. В чем особенность его истории? Когда его воображение захватывали образы убийства, он решил поделиться этим со своим приятелем, сокурсником по ПТУ, Михаилом Одичуком. И предложил ему стать сообщниками. Они много говорили, обсуждали планы, готовились. Но в последний момент приятель отказался воплощать планы в жизнь. И Печушкин задушил его веревкой. Тело сбросил в люк. Его так и не нашли. Уже в этом первом эпизоде убийства есть особенность. Маньяк заранее рассказал о своих планах и намерениях знакомому человеку. А потом убил его. Это чрезвычайно рискованно убивать знакомых людей, через связи с которыми на тебя могут выйти правоохранительные органы. Но Печушкин будет идти на этот риск и дальше. Почти с третью своих жертв он был знаком прежде и состоял в разных отношениях. С кем-то был знаком давно. А в какой-то момент даже стал охотиться на коллег по работе. У жертв не было определенного портрета и общих признаков. Тем удивительнее, что его так долго не могли поймать. Большое количество насильственных преступлений совершается между знакомыми, а то и родными людьми. Поэтому в случае убийства или подозрительной смерти правоохранительные органы будут опрашивать ближайшее окружение. Никто и никогда не выдает первым делом гипотезу о маньяке слишком много так называемых бытовухим. Выйти на Печушкина могли с самого начала. Но уникальное сочетание обстоятельств и часто равнодушное отношение правоохранительной системы позволило маньяку долго разгуливать по Битцевскому парку и мнить себя вершителем судеб. Он неиронично ставил себя рядом с ними богом. Коротко опишу, какие орудия использовал Печушкин. Но больше я хочу сконцентрироваться на тех нескольких случаях, о которых есть данные о манипуляциях, к которым прибегал маньяк. Ведь люди шли добровольно с ним в лес. И я ни в коей мере не перекладываю ответственность на жертвы. Но добровольность важная деталь. Подход к инвентарю насилия у Печушкина был сугубо практический. Он искал способ максимально быстрого и незатратного убийства. Даже попробовал стреляющую ручку и госдадер. Но отказался и пришел к молотку, которым забивал жертв. Характерно, что маньяк объяснял свой выбор рациональными соображениями. Почему молоток? Потому что хорошо работает. Выбор инструмента всегда представляет интерес. Некоторые маньяки, в частности Андрей Чикатило, могли использовать ножи. В случае убийцы из лесополосы, нож компенсировал сексуальную несостоятельность убийцы. Для Печушкина было важно не поиздеваться, не изуродовать, не совершать сексуального насилия, а только убить, лишить жизни. Он говорил о том, что чувствовал себя в такие моменты богом, который распоряжается чужими судьбами. Таким образом можно предположить, что молоток в руках Печушкина символизировал тот же молоток, которым судья выносит приговор. Также представляет интерес водка, распить которую Печушкин предлагал своим жертвам. Водка «Золотой Велес» тогда стоила всего 36 рублей. Убийца комментировал это тем, что нечего их баловать. Хочу заметить, что выбор может быть не случайным, а символическим. Все, что имеет отношение к способу действия маньяка, имеет значение для анализа его личности. Ведь «Золотой Велес» не был самым дешевым алкогольным напитком. Велес – языческий бог из славянской мифологии. Иногда называют антагонистом бога Перуна, верховного языческого божества. Или приписывают роль черта, демона, а то и владыки царства мертвых. Нередко подчеркивается, что в мифах Велес похищал стадо громовержца Перуна. Кстати, Бицевский лес – излюбленное место неоязычников. Печушкин мог видеть их сборище и их идолы. В любом случае, Печушкин мог быть осведомлен о высоком статусе Велеса и как бы брал его в помощники, а то и мог сознательно или бессознательно идентифицировать себя с ним, что неудивительно, учитывая, как он любил сравнивать себя с богом и подчеркивать собственную исключительность и мастерство. Доказать это нельзя, но согласитесь, детали интересные, учитывая то, насколько грандиозными и всемогущими меняют себя серийные убийцы. Чтобы заманить человека в глушь парка, требовался повод. Печушкин каждому находил индивидуальный подход. Недалеко от станции метро Каховская, как и в самом парке, было много бездомных. Один из погибших и вовсе жил в Бицце. С такими людьми установить рапорт у Печушкина не составляло никакого труда. Бонусом для завязывания диалога служила заранее подготовленная бутылка водки Велес. Оставалось только найти подходящее место. А потом отвлечь внимание, например, попросить постелить что-нибудь на траву или достать водку из пакета. В момент отвлечения жертвы Печушкин и наносил удар. Спаивая собеседника, добиваясь состояния, в котором человек уже не мог себя контролировать, ровно как и оказывать сопротивление, Печушкин сбрасывал жертву в канализацию. Для него было особенно важно довести человека до беспомощности, так как это усиливало его чувство грандиозности и всемогущества, характерное для маньяков. Установление контакта, отношений – сложная работа. Печушкин умел подстроиться под человека, вычислить его слабые стороны и надавить на них. Я играл, я вот так перевоплощался, как бы. Понимаете, если я вижу, что человек приблатыканный, да, он, допустим, отсидел в тюрьме или что-то. Ну, то есть мы находили в этом плане уже вообще. То есть надо было понять, что это человек, а потом подстроиться под него. Грустная ирония. Есть сведения, что одной из любимых книг маньяка была «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей» – Дейла Корники. Там подробно и с примерами описано, как добиться расположения прежде незнакомого человека. Рекомендуется больше слушать, задавать вопросов, в общем, интересоваться личностью искренне. Тогда он вам ответит тем же, и вы сможете добиться своих целей. Для кого-то эта книга – способ преодолеть стеснительность. Но маньяк мог увидеть в этом только инструмент для манипуляций. Однако в образе действия маньяка остаются слепые пятна. Ведь между заключением контакта, установлением рапорта и самим убийством что-то происходило. Он о чем-то говорил с будущей жертвой, пока прогуливался в парке. Но он так и ни разу не рассказал, какие вел беседы. Кстати, как и Чикатило, который прогуливался с будущей жертвой по лесополоте часами, Печушкин долгое время разговаривал со своими спутниками. Вероятно, он получал огромное садистское удовольствие от прогулки, от привкушения насилия и осознания своей власти. Либо просто пытался усыпить бдительность жертвы. Вот что он сам говорил о выборе жертвы. Чем человек духовно ближе ко мне, чем я с ним чувствую духовное родство, значит, это мой прием. Сколько времени проходило? Я иду подольше. Ну сколько это? Подольше это час или это 10 минут? Нет, час это слишком мало. Часа три хотя бы. То есть мне надо было пообщаться, мне надо было как-то поговорить. Так быстро, побыстрее мне это все как-то не делось. Очевидно, Печушкин, как и многие серийные убийцы, умел надевать на себя маску нормальности, о которой я уже рассказывал в предыдущем видео. Он умел вести себя максимально социально одобряемо, воспитанно и приветливо. Не случайно, когда его арестовали, выяснилось, что у него прекрасная характеристика от коллег. Он играл на уязвимостях людей. Кому-то было достаточно поставить бутылку водки. А беременной женщине, которая переехала в Москву, нужны деньги. И маньяк предлагал ей поделить деньги от контрабанды, которую он спрятал в лесу. Одинокого подростка, который ищет, где себя проявить, и который будет рад любой работе, Печушкин попросит о помощи, перенести телевизор, который он якобы оставил в парке с другими вещами. Разобрав методы Александра Печушкина и истории немногочисленных выживших, я хочу перейти к причинам его поступков. Что же было до убийства? Всегда важна биография серийного убийцы. Детские переживания, отношения со значимыми для нас взрослыми, впечатления, травмы – это то, что формирует наш уникальный характер. Хочу заметить, что детство и ранняя биография маньяка ни в коей мере не служат оправданием его преступлений. Александр Печушкин рано остался без отца. По одним данным, отец ушел до рождения сына. По другим, покинул семью, когда Александру было 9 месяцев. Кроме матери, активную роль в воспитании занимал дедушка, который взял на себя символические отцовские функции. Интересно, что именно дедушка научил маленького Александра играть в шахматы. Они проводили много времени за игрой, решая этюды, изучая стратегии. Но, по признанию маньяка, гораздо лучше он играл в шашки. Да и знаменитую шахматную доску использовал для шашек. Возможно, потому, что шашки – более агрессивная и простая игра, цель которой – всех убить и съесть. Конечно, там тоже есть тактика и стратегия, но не такая глубокая, как в шахматах. Кроме того, в шахматах короля не съедают и не убивают. Объявляют мат. Он сдается. Шашки больше подходят под принцип «все или ничего». Быстро, агрессивно, никто не сдается, противник терпит полное поражение. Родные характеризовали Печушкина как скромного, застенчивого мальчика. Закрытого. Вскоре, по словам матери, произошел несчастный случай. Маленький Александр упал с качели и ударился головой. Черепно-мозговые травмы иногда могут приводить к изменениям в характере. В частности, может вырасти агрессия. Кроме того, после падения у Александра обнаружили дефект речи. Он путал звуки «ш» и «с». Предсказуемо его стали за это дразнить. Мама была вынуждена перевести его в логопедический интернет. А когда Александр вырос, он получил средне-специальное образование плотника. Несмотря на приверженность спорту и физической культуре, он много и часто пил. Как эта биографическая справка характеризует маньяка? Отсутствие фигуры отца можно объяснить неумением отвечать обидчикам должным, разумным образом. А также пренебрежение перед законом в целом. Черепно-мозговые травмы иногда могут приводить к патологическим изменениям характера. В частности, к немотивированной агрессии. Конечно, свою лепту вносит и бытовой алкоголизм. Дефект речи и перевод в логопедический интернат могут сформировать у ребенка, особенно такого, который плохо адаптируется в коллективе, чувство собственной неполноценности, вместе с желанием каким бы то ни было образом заслужить уважение. Например, силой и физической агрессией. Начнут уважать тогда, когда будут бояться. Чтобы анализ Александра Пичушкина был максимально полным, я считаю, что есть вторая сторона, которая требует внимания разбора. Это мы с вами. Люди по ту сторону. Зрители, которых увлекает история маньяка. Жанр true crime – настоящее преступление. Крайне популярен во всем мире. А художественные произведения по мотивам серийных убийств очень рейтинговые. Тот же – настоящий детектив. Истории о маньяках – это сказки для взрослых. Как дети, завороженные историей о волке и красной шапочке, которые переживают за бедную внучку, так и мы щекочим в себе нервы, узнавая криминальные подробности. Именно о внутренней темной стороне, которая тянется к таким сюжетам, я хочу поговорить. Как вы помните, сам Пичушкин был впечатлен судом над Андреем Чикатило и пообещал себе, что переплюнет его по жертвам. Впоследствии он, чтобы продемонстрировать свою уникальность, отрицал какое-либо сходство. Я знаю, мне многие его приписывают к кумиру, но это неправда. Я никогда не стязался с ним и не что-то такого. Чикатило – это Чикатило, а я – это я разный. Это сексуальный маньяк, людоед. Обжрал, рвал, что-то кидал, раскинул. Понимаешь? Вы с моим делом знакомы немножко, наверное, или как? Да. Ну вот. У меня же чистая 105-ая, то лишь убийство. Но маньяк в итоге послужил, если не вдохновением, то точно поводом, оправданием для других серийных убийц. Академовских маньяков или, как их еще называли, иркутские молоточники. Артем Ануфриев и Никита Лыткин. Они даже ввели ныне заблокированную группу ВКонтакте. Александр Пичушкин – наш президент. Они убили 6 человек. Сейчас сидят в тюрьме. Один на пожизненном, другой получил 20 лет. Они – маньяки-подражатели. Однако следует заметить, что убийца всегда будет готов перекладывать ответственность за свой поступок на кого и что угодно, только не на себя. Тед Банди винил порнографию. Чикатило жаловался на отравлю в детстве и непринятие коллегами на работе. Это уловка, на которую, к сожалению, клюют зрители. В группах о серийных убийцах много участников. Большинство из них – пассивные зрители, для которых членство в такой группе – способ щекотать нервы и удовлетворить здоровое любопытство. Но есть те, кто испытывают особую симпатию и привязанность. Есть даже термин для сексуального увлечения к маньякам и преступникам в целом – гибрестофилия. Заключенные нередко вступают в продолжительную переписку и отношения с поклонниками на воле. Они к ним относятся так же, как к жертвам, как к объектам для удовлетворения своих потребностей. Получают посылки, добывают алкоголь, сигареты, наркотики и даже помощь юристов. Они не строят отношения, а манипулируют. Ольга Бухановская, психиатр, дочь Александра Бухановского, который составил подробный психологический портрет Чикатило, замечает, что среди поклонников маньяков есть люди с садистскими наклонностями. На фоне основного заболевания становятся фанатами серийных убийц. Идентифицируют себя с ними. А серийный убийца Джеффери Даммер, комментируя письма поклонников, замечал, что им требуется психологическая помощь. По его мнению, фанаты не были способны на преступления, но могли бы легко стать жертвой маньяка. Фанатизм перед маньяком – форма идентификации, отождествления себя с ним. Но она может иметь и разные стороны. Кто-то фантазирует о том, как бы отомстил своим обидчикам, и таким образом находит единственный способ освобождения агрессии в своем воображении. А кто-то желает сам стать жертвой, чтобы испытать опыт соединения с убийцей. Нужно быть внимательным к своим увлечениям и исследовать внутреннюю агрессию. Таким образом, можно заключить, что Александр Печушкин действительно в своем роде уникальный серийный убийца. У его убийств не было иного мотива, кроме факта убийства и ощущения власти над чужой жизнью. Каждый случай индивидуален. Личность маньяка складывается из разных факторов. Он не знал отца, замены отцовской фигуры, дедушка рано умер. Печушкина дразнили и, возможно, издевались над ним за дефекты речи. Также в детстве он получил черепно-мозговые травмы. А возможным триггером, вдохновлением для него послужил суд над Андреем Чикатило. Он ни в чем не раскаивался и раскаиваться не собирается. Существует легенда, что раз у Печушкина была шахматная диска на 64 клетке, то он, заполнив ее, остановился бы. Но нет, вы же помните, что он убийца-пragматичный и расчетливый. Он бы поступил куда более с его точки зрения разумно. С 64-мяга я не ограничил себя. Я бы мне еще один другой, другой, другой. Один с 100-мозговыми. А я хочу напомнить вам рекомендации, которые уже давал в предыдущем ролике про серийных убийц и маньяков. Учитесь говорить «нет». Научите этому своих детей, родственников. В своем прошлом видео о социальных хищниках я уже рассказывал о женщине, которая не стала жертвой маньяка только потому, что смогла отказать ему в свидании. И он оставил попытки ее уговорить. Адаптированные, рациональные маньяки всегда стараются все обставить так, чтобы жертва ушла с ним добровольно. Ваша свобода отказать. Доверяйте своей интуиции, своему внутреннему радару. Если вам становится не по себе, если вы чувствуете, что вас как будто начинает во что-то втягивать, обрабатывать, если чувствуете опасность от нового знакомства, то возможно это не с вами что-то не так, а с собеседником. Лучше ошибиться в хорошем человеке, чем довериться опасным. А на сегодня у меня все. Наблюдайте за людьми, чтобы не оставаться в дураках и быть на шаг впереди. Вот к этому выпуску фраза как никогда. Кстати, скоро увидимся.